Слушай, дорогой, что ты понимаешь в любви? А если я люблю так, как 40 тысяч братьев любить не могут? Кого? Самую прекрасную женщину на земле. Где же она эта, самая прекрасная женщина? Если б я знал, где она. Мы встретились в студенческом стройотряде два года назад и полюбили друг друга с одного короткого взгляда на всю длинную жизнь. И вдруг получаю телеграмму. Яков срочно выезжает, дедушка сломал ногу, танцуя на дне рождения у своей бабушки. Я поклял своей любимой, что вернусь через два дня. Она сказала, посмотрим. Как? Посмотрим. Я сдержал свое слово, я вернулся. Но не через два, через четыре, пять, шесть дней. Но моей любимой не было в стройотряде. Ее вообще нигде не было. И вот уже два года нигде нет. Я простить себе этого не могу. Как последний шаг я все время в глазарей смотрел. Вместо того, чтобы один раз в паспорт заглянуть, адрес узнать. Все справочное бюро телеграммами забросал. Никто ничего не знает. Она сказала, тебе посмотрим. Да. Сказала, посмотрим. Привет, ребят. Это Костя. Это моя подруга Рая. А вот это Яков. Тот самый, о котором я тебе говорила. Познакомьтесь. А нас не надо знакомить. Интересное кино. Я же говорила, с первого взгляда. Ну, вот и все. Значит, это Рая. Есть та самая девушка из стройотряда? Самая прекрасная женщина в мире. Не понимаю, почему же ты не удержал ее? А зачем? Как? Разве ты сам не видел? Не нужен я ей? Выходит, не случайно она два года скрывалась от меня. Поздно, дорогой. Как видно, я все упустил. Что значит поздно? Что значит упустил? Столько ждать, разыскивать и в решающий момент немедленно беги за ней. Я не побегу. Ты мужчина, в конце концов. Я гордый мужчина. О, гордый, я сам гордый, но для друга. Ты мужчина, в конце концов. На капселе. На каком еще капселе? Ну, катер такой, капсель. От Чарвит в 9.05. Рая что, уезжает? Уплывает. Рая! Товарищ капитан, остановите катер! Поднимайтесь на гор. Давай руку. Рая! Послушайте! Яков не виноват! Он задержался, потому что его дедушка поручил серьезную травму! Он вас любит! Он вас два года ищет! Вернитесь, Рая! Вылитый! Просто вылитый! Кто ты? Дедушка! Жаль, только усов нет! Подумать только! Кто я был вчера? Бездетный холостяк! А сегодня у меня и жена, и сын! Не много ли сразу? Наоборот, мало! Мне одних мальчиков не менее трех нужно! Я о девочках не говорю! Их, может быть, сколько угодно! Один сын вот этот у нас с тобой будет космонавт! Второй академик! А третий композитор! А композитор зачем? Почему? Почему удивляешься? Семья большая! Ну, хоть один композитор может родиться! Играет музыка! Играет музыка! Играет музыка!